Ребят, приветствую вас. Я думаю, вы знаете, что сейчас в сети XRP Ledger начинают создаваться проекты. Сейчас они только-только начинают набирать реальную популярность. И сегодня я хотел бы рассказать вам об одном из таких. Такие проекты начинали появляться в 2019-2020 году и на хайпе довольно неплохо собирали. Но сейчас разговор идет немножечко о другом. Сейчас предлагается инвестировать в проект, токенами которого уже можно торговать. Обычно система такая, что ты покупаешь токены проекта и дальше, ну скажем, конечно, это грубо будет сказать, лотерея. Но все-таки есть вероятность, что проект вообще не запустится. На данный момент мы будем с вами говорить о проекте, который уже торгует своими токенами. И, соответственно, их можно как купить сегодня, так и завтра продать. Также хотел бы обратить ваше внимание на то, что XRP это очень быстрая сеть. Это реальное преимущество проектов, которые будут на ней создаваться. В сети XRP вышел недавно протокол, который называется XLS20. Он создан специально для NFT и метавселенных. И на самом деле в тот момент, когда этот протокол полноценно созреет, он рынок NFT просто порвет. И самое прикольное то, что в сети XRP сейчас уже разрабатываются не просто NFT, а игры на базе этих NFT. Таким образом, еще дополнительно поддерживая интерес инвесторов. Пример, о котором я хотел бы вам рассказать, это игра X-War. Создан город с различными боевыми локациями и метавселенными. На самом деле задумка довольно неплохая, потому что здесь идет, ну, по сути, копирование Counter-Strike. И, соответственно, как люди там с ума сходят за эти скины. Только есть одна разница. Когда мы говорим про метавселенные NFT, то за эти скины реально можно будет выручать какие-то деньги. Сейчас же, вот что мы наблюдаем, например, просто в Counter-Strike, но это более коллекционная история. Здесь же реально как бы дается возможность и, соответственно, удовлетворить свою жажду игры и еще дополнительно заработать на этом денег. Соответственно, это просто-напросто принцип play to earn. Соответственно, играй, чтобы зарабатывать. И сейчас такие проекты, на самом деле, очень неплохо хайпят. И, соответственно, у этого проекта есть свой токен. И если посмотреть на умных инвесторов, они как раз-таки этот токен сейчас покупают. И сейчас, когда у нас на рынке негатив, киты втихую такими токенами закупаются. Это очень хорошо видно на графиках. Да и, в принципе, на самом деле, сейчас это именно тот момент, когда лучше всего покупать такие вот токены в паре с XRP, потому что они реально стоят недорого. Вы еще должны обязательно держать в уме то, что сейчас, покупая такие токены, вы его покупаете также за дешевый XRP, который дает очень высокую вероятность потенциального дальнейшего роста. Это как минимум только в рамках XRP. Плюс еще сам потенциал проекта. Пару слов о токеномике проекта. 35% сейчас уйдет на IDO. Это как раз вот эта вот самая возможность купить токен на биржах по фиксированной цене. И эта возможность продлится еще около месяца, до 11 июля. Далее токеномика будет устроена следующим образом. 10% от токенов будут уходить на Airdrop. 15% уйдет на стейкинг. 15% уйдет команде. Ну и, соответственно, все остальное будет распределено на игры. По поводу Airdrop'ов вы сможете больше найти информацию у них в Твиттере. Разумеется, в описании есть ссылочка на их Твиттер. Соответственно, эти токены в проекте можно использовать как для покупки NFT, так и для покупки внутриигровых предметов. Ну и на самом деле нюансов, которые потенциально дадут возможность расширить функционал игры, здесь будет предостаточно. На сайте проекта, соответственно, вы можете более подробно со всем ознакомиться. Соответственно, сейчас у них планы это IDO, который идет уже сейчас. Ну и далее, соответственно, это листинг на централизованной платформе. Этот токен есть не только на Sologenic DEX, но еще и на XRP ON. Соответственно, платформа, где такие токены можно приобретать. И самое важное, что эти токены можно не просто приобретать и ждать там будущего чуда. Эти токены уже можно торговать. Да, еще, кстати говоря, обратите внимание, обязательно на этой платформе есть два токена. Один называется XWARSE и XWAR. Вам нужен XWAR. XWARSE это не тот токен, это токен совершенно другого проекта. Можете обратить внимание, там легко довольно это увидеть. По цене разница. Один токен стоит 12 реплов, и, соответственно, это не тот токен, который нам нужен. А второй там 0, 0, 7 и сколько-то там. Вот это именно тот токен того проекта, которому я вам сейчас рассказываю. Еще очень важный момент, то, что создатели прошли верификацию к SUM. Соответственно, подали им все документы. И, соответственно, Global ID. Только таким образом можно появиться на ресурсе ONXRP. И, соответственно, там находятся проекты, которые подтвердили, по крайней мере, более-менее подтвердили свою благонадежность. И, в принципе, я хотел бы акцентировать внимание на том, что команда довольно трепетно относится к своему проекту. Но здесь нету таких вот большого количества темных пятен. То есть, на самом деле, все довольно открыто. И, на самом деле, эта верификация подтверждает то, что аккаунт верифицирован, и вероятность скама, она, ну, прям минимальная. Еще, кстати говоря, можно посмотреть аналитику проекту. И сейчас огромное количество трасс-лайнов, очень сильно оно увеличилось. И количество холдеров этого проекта тоже растет. И, причем, довольно большой прогрессия. Тут тоже нужно обратить внимание, то, что интерес к этому проекту очень сильно растет. Но цена пока что вот, пока что ее держат внизу. Так, сразу хотел бы немножечко с инвестиционной стороны с вами поговорить. Смотрите, сейчас вот идет вот этот вот IDO, да, это цена, по которой сейчас продают актив. Здесь есть такая некая торговая рекомендация в случае, если вы захотите инвестировать в этот проект половинку. То есть, вы выделили какие-то средства, половинку по текущим, и, соответственно, оставить на завершение IDO. Потому что, как правило, когда завершается IDO, это всегда, даже когда проекты потом еще стреляют на кучу-кучу-кучу процентов, все равно идет какое-то сбрасывание. Обычно у нормальных проектов это где-то до 50%. То есть, соответственно, это потенциал еще там докупить. И хотел бы обратить ваше внимание, то, что этот проект появился там в мае. И по сравнению с майскими значениями, сейчас в 10 раз больше инвесторов, намного больше интерес, и это очень легко все отслеживается. То есть, это я, собственно говоря, к чему? К тому, что у проекта реально есть возможность, ну, хайпануть, и очень неплохо. Также на сайте можно проследить то, что у проекта уже более 25 коллабораций. Также у проекта уже есть готовые NFT-шки, на саладженики. На данный момент, конечно, ну, тоже довольно относительный вопрос. Дорого ли они стоят? По 500, по 1000 XRP, наверное, для большинства это дорого. Но тут нужно учитывать то, что если этот проект, соответственно, у нас стреляет, то ценность этих NFT-шек, она просто возрастает сразу же и в разы. Там, X-ы будут огромные. Опять же, вы должны осознавать все риски. И на самом деле, сейчас бы я не стал инвестировать. Вот если мы рассматриваем в рамках этого проекта, я бы не стал бы сейчас инвестировать в NFT-шки. Я бы, на самом деле, лучше бы купил сам проект. То есть, соответственно, если мы рассматриваем его покупку. Думаю, тут и как NFT-шки могут стрельнуть, так и, соответственно, стоимость токена. Просто за сам токен в рамках проекта и в рамках этой метавселенной можно сделать намного больше. Хотел бы немножечко подрезюмировать. Во-первых, вы должны понимать, что проект, вероятнее всего, долгосрочный. То есть, это не вот этот хайп за три дня, когда все выросло, быстро все скинули, все. Кто не успел скинуть, тот пролетел. Вероятнее всего, проект долгосрочный. Вероятнее всего, проект, который не загнется по той причине, что... Ну, по подходу. На самом деле, и вот эти верификации, и проверки, и то, что они уже разработали игру под это все дело. Уже есть куча прототипов. То есть, это не то, что, знаете, как бывает, однолистовый сайт, да, где там написано куча обещаний и ничего более. Нет, они уже и NFT-шки создали, и движок создали, и на платформах зарегались, и верификацию подтвердили. Но, на самом деле, то есть, вероятность, что проект будет жить, она довольно неплохая. Тут еще нужно учесть то, что они продвигаются не на самом хайпе рынка, а когда все находится на дне. То есть, соответственно, они сейчас сформируют базу. Потенциально в таких ситуациях это база людей, которые как раз-таки, знаете, как говорится, первая волна. И дальше, когда будет, предположим, у нас будет криптозима, криптозима проходит, начнут все подобные проекты стрелять. Разумеется, предпочтение будут отдавать проектам уже с какой-то историей, с какой-то базой пользователей. И вот такого рода проекты вполне могут дать свои иксы. Плюс, учитывайте то, что покупая токены сейчас, даже на отскоке ближайшем XRP вы уже можете оказаться в плюсе. Ну и самый главный, разумеется, момент, то, что эти токены уже можно приобрести на бирже. Они торгуются. Опять же, повторяюсь, это не как обычно. Когда-то там мы сделаем листинг токенов. Токены уже торгуются на площадках. Сразу же, в любом случае, хочу напомнить, что это не инвестиционный совет. Разумеется, риски имеются. Риски, причем, довольно неплохие. Но, понимаете, есть куча факторов, которые определяют вот этот вот «за». Типа, поучаствовать или не поучаствовать. Соответственно, я постарался их вам все объяснить, рассказать. Более подробно вы можете изучить все на сайте. Все ссылочки, большой список ссылок будет в описании под роликом. Соответственно, присоединяйтесь к их группам, к их сетям. Изучайте проект. И если вам этот проект окажется по душе, ну, я думаю, что нужно инвестировать. В любом случае, я рассказываю вам только о перспективах проекта. Вы должны сами детально изучить этот проект. Ну, и, соответственно, сделать какие-то выводы. Все ссылочки в описании. Прощаюсь с вами до следующего видео. Всего вам самого наилучшего. Работаем.